Здравствуйте! Вы на канале Стрепуха. Август традиционно время созревания кабачков. Куда их девать и что из них только не делают. Но сегодняшний мой рецепт, я думаю, удивит многих. Итак, жарим кабачки с ароматной, густой, красивой заправкой. Вначале кабачки нужно будет очистить и порезать. Теперь надо их посолить. Солите по вкусу. У меня вот где-то чайная ложка, может быть чуть больше. Присыпаем. Это нужно, чтобы, если они сочный, лишний сок вытек. Перемешиваем и отставляем в сторону. Теперь займемся самым интересным. Это заправка. Берем стопку и кладем в нее одну столовую ложку грецких орехов. Вот так. Чтобы быть точным, вот у меня муж говорит, сколько вешать граммов, вот таких у меня полуголовок шесть, значит где-то пошло три грецких ореха. Грецкий орех измельчаем. Это можно сделать при помощи стопки или, если у вас ее нет, поместив, например, между полотенцами или между пленкой и прокатав скалкой. Можно просто порубить мелко-мелко ножом. Для соуса мне понадобится чеснок. Тут, откуда ни возьмись, появился ветер. Три зубчика вполне достаточно. Пропускаем чеснок через пресс или измельчаем мелко ножом. Складываю в емкость для соуса мелко порубленный чеснок. Добавляю сюда толченые грецкие орехи. Теперь перехожу к зелени. У меня это немножко укропа, петрушка и кинза. Всю зелень использовать не буду. Оставлю еще и потом для посыпки, для украшения. Заливаю соус олеговым маслом. Если соус останется, его можно прекрасно использовать и для шашлыка, и для рыбы. Все перемешиваем и оставляем настаиваться. Добавлю-ка я еще масло. Соус маслом не испортишь, тем более оливковым. Используйте любое растительное масло, которое вам по вкусу. Подсолнечное тоже вполне подойдет. Отставляем в сторону и приступаем к жарке. Включаем к жарке. Для жарки буду использовать обновленное подсолнечное масло. Сейчас может брызнуть, поэтому аккуратно. Кабачки должны расположиться таким образом, чтобы им не было очень тесно. Если они будут уже в два этажа, они плохо обжарятся. Видите, даже эта сковорода чуть-чуть мне маловато. Но ничего, сейчас я постараюсь их распределить. Старайтесь Мишу рудить. Поджарим одну сторону, перевернем и будет нам счастье. Миша, красота ты моя. Посмотри, ты моя девочка. Ну, так мы твоим детям будем показывать. Полишечка, у нас сегодня первый день встала. Как она тяжело болела, девочка моя. Мы так переживали за нее. Вот еле-еле еще кулют. Мы сегодня еще массаж сделаем, да, Павел? Жарить лучше всего без крышки, потому что если вы накроете сковородку крышкой, это все превратится в такое кашеобразное месиво. А нам нужно просто обжарить. Это же правило и касается картошку, когда вы ее жарите. Жарить без крышки. Ну, мы разбудились, поспать не дали. Да, поспать не дали. Кабачки обжарились. Вот до такого состояния, прям как картошечка получается. По виду и по цвету, а уж по вкусу. Значит, отставляю пока в сторону и начинаю сервировать тарелку. Так, выложу листья салата. Хотя бы по краям. Мне кажется, так будет эстетичнее. Он еще такой кудрявый, кучерявый. Выкладываем в центр блюда жареные кабачки. Если они были достаточно жирные и плавые, то выложите сначала на бумажное полотенце. Ну, а теперь самый секретный ингредиент этого блюда. Начинаем поливать соусом. От горячего кабачка чеснок и грецкий орех такие неповторимые ароматы издают. Это невозможно оторваться, невозможно. Немного еще украсим зеленью. Посмотрите, какое удивительное блюдо получается из обычных кабачков. Блюдо получается по-настоящему красивым, невероятно ароматным. А самое главное, если у вас много кабачков, вы легко решите эту проблему. Ну, а теперь ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Подробное описание рецепта вы найдете, как всегда, внизу под видео и в конце ролика. С вами была ваша Стрекуха. Я желаю вам хорошего настроения. Мне кажется, я это заслужила. Они внутри нежные, снаружи слегка зажаренные, с привкусом, со слабым привкусом чеснока, грецкого ореха, еще плюс вот эта зелень с оливковым маслом. Это очень вкусно. Никто вам не скажет, что это кабачки. Никто не поверит.